Я хотел сказать два противорожения, придется говорить лучше, если я вас утрим. Игорь, он захотел два. Старение этой программы или стахастик? На прошлом заседании я привел такую сентенцию. Если вопрос поставить правильно, он будет стоять вечно. Вот этот вечный вопрос, это не стахастик и не программа. Программы старения, в общем-то, нет. Но тогда почему, Игорь не прав, почему из программы старения развивается, а потом накапливаются сбои, повреждения, ошибки, отклонения, свободные радикалы бьют, там, или это самое, церковь-трик, группа садится куда-то, или куда-то, или куда-то, или куда-то. Что происходит? Очень просто. Вот никто не любит из биологов метафора. А метафора очень хорошо помогает понять, в чем делать. Смотрите, вот у нас есть программа антогенеза. Мы оплачиваем ей церковь и вращаемся в зрелый организм. Вот так вот называемся. Аналогия. Самоиноз летает, набирает высоту и летит. То есть потом он садится, воспламывается. Вот у него программа. Рождение и мотива. Это программирование старения. Программа развития, потом программа инвалидности. Вторая точка зрения. Нет программы старения. Есть программы развития. И когда мы добились 25-30 лет в полном расцвете сил, у нас все это должно поддерживаться, восстанавливаться. Лига перечисляет самую кучу, как планеты. У нас на каждой есть система, которая все это исправляет, получает. Если не нужно, целый блок вырезается, ставится новым. Но тогда вопрос. Если все это есть, почему самолет-то тащит, видите? А просто потому, считаю, приверженцы стахастики или старения от износа. Потому что все эти системы, которые я перечислил, которые все это восстанавливают, они не работают, оказывается, со стопроцентной точностью. Но это домысел. Это просто... Если бы этого постулата не было, тогда не было бы старения. Но на самом деле вспомните. Вот смотрите, самолет взлетел и летит. А если еще вмешаться в программу, генетику и в стахастику, там всякие-то сбои и повреждения, простоя вещь. Внешнее воздействие. Но не такое, которое портит ракета, земля-воздух или воздух-воздух. А условия среды. Что такое здоровое укрой жизни? Надо больше двигаться, чаще бывать на свежем воздухе, не переедать, закаливаться. Это имитация естественного образа жизни. Что я же с ними веду на мои аналогии? Если у вас самолет начинает снижать скорость, хотя у него автопилот стоит на 10 тысяч метров, он может лететь там 9-10 тысяч метров. А он начинает снижать скорость, и ниже какого-то критической скорости подъемной силы, крыльев, не хватит. И он неизбежно начинает планировать. И вот это вот наше старение, это как раз связано с тем, что мы живем не так. Мы мало двигаемся, сидим в замкнутых помещениях, не то едим, не так спим. Мы перечисляем по тому списку, не тому, который Игорь перечислил. Сфагонные радикалы и все. Сфагонные радикалы – это вторичные мель снижения. Они нужны. Когда их мало – это плохо, это болезнь. Когда их много – плохо. Вселен нужен. Когда его мало – это плохо. Когда много – отравление, медь. Все у нас должно быть сбалансировано. Вот второе, что старение – это не программа и не развитие. А то, что муха живет там, допустим, десятки дней, недели, а мы живем там десятки лет, какие-то больше и так далее, это к старению не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к исходной надежности генетических цепокременной организме. Мы родились не мухами. Мы родились людьми. Смотрите, известно, что разные виды различаются на пять порядков от продолжительной жизни. Бактерия делится раз в 20 минут, а какая-то сепоя живет в 4000 лет. Так вот, уран, который живет миллиарды лет, вероятность распада, ну, в среднем период полураспада – миллиарды лет, и третий, у которого период полураспада – 10 лет. Как раз на эти самые пять порядков и больше различаются. Но оба они не стареющие. То есть к старению это не имеет отношения как бы видовое. Поэтому моя синтенция – причина не программы не старения, о условиях нашего образа жизни и среды. Там не те температуры, которые мы не адаптировались. И мы выходим, как пример, который я привожу. Лед в морозильнике – он не тает, не стареет. Вытащили на полную температуру – начинает таять. Вытащили на более теплую температуру – 5-15 – быстрее тает. Вот все развитые страны, по статистике, о которой говорил Игорь, они показаны, что у них стартовая смертность, уровень смертности, он низкий. Почему? В комфортных, разумных условиях они живут. Поэтому у них средняя продолжительность жизни высокая. Но это стартовый уровень смертности, они теряются с очень большой скоростью. Потому что дезадаптация происходит. Когда комфортные условия, организм дезадаптируется. Скорость дезадаптации зависит от уровня комфорта. Но в среднем они живут дольше – 70, 80, 90 лет. Те 40-30 лет, о которых говорилось, это не максимальная продолжительность жизни, это не экстремальная продолжительность, это средняя. А средняя – это, в общем, как вы понимаете, один умер в младенчестве, второй умер 120 лет. Средняя – 60 лет. О чем это говорит? Вклад генетологии в продолжительность жизни собередного человека. Но это надо считать, сказать нельзя. В основном у нас, допустим, мы рождаем со 100% здоровья, допустим, неусловно. А потом у нас вот за счет старения снижается резистентность. Программа этой аристокластики, сейчас не буду говорить. Что делает медицина? Медицина делает так. Мы сорвались с этой нашей траектории в болезни. Если не умерли, медицина их подскакивает и на эту же траекторию снижается. А геронтология старает… Медицина. Медицина. А не геронтология? Медицина, я же говорил. Поэтому уже медицина вносит свой вклад в продолжительность, среднюю продолжительность жизни. А максимальное – это четко статически экстремальное значение Глумбеля. Это даже такой биолог, продвинутый, как комфорт в биологии старения. Он ссылается на это, говорит, что экстремальные сроки жизни, отдельные индивиды, которые могут дожить до 120, до 120, это, как правило, низкоразвитые страны, потому что у них низкая мода, средняя продолжительность жизни, допустим, 50 лет, 40 лет, но широкая дисперсия. А рекорды за счет дисперсии происходят. Плохая документация. Нет. Если. Нет. Если. Я с вами поспорил. Это очень глупая документация, потому что статистика рекордов – это статистически неустойчивый параметр. А если вы проэкстраполируете, все это видно. Это уже была в 79-м году дискуссия, когда Номентон, это из-за Нитюковского университета, популяционный, он показал в статье «Деронтологист», что уровень смертности среди негров в США, которые 10% населения, и у белых, негры сначала, у них статистика смертности высокая, но они медленно набирают ее, и потом где-то вроде в 75 лет у них пересекаются, и негры идут ниже. Они говорят, так это не может быть, у них плохая статистика. Какая плохая статистика? У них статистика с раннего возраста не дает, да, она плохая, в смысле, калипания там есть, но тренды показаны. А вот если сравнить бедных белых и багажных белых, бедных, которые живут как небы, и багажных, которые живут как белые, у них будет такой причины? Есть? Будет, будет, да. Есть по отдельным популяциям, но взяли просто шведов хорошо живущих, подождите, шведов и русских, это уже дискуссия Дискуссия начинается, потом это надо спать, и продолжать это все. То есть, вот мы кричали, ес, ес, это как бы, я с тобой правду не объяснился. Потому что один физик-математик, который замораживает, а второй, как называется, гериатра, шеплогериатрия, это болезни старения, понимаете? А шеплогериатрия, это болезни, микропедиатрия есть, есть неонтологи, врачи, которые вот с новорождёнными, даже в эмбриональном состоянии делают операцию на сердце, педиатры, вот можете себе представить, что была конференция педиатров и биологов развития. И что в биологии развития, это одно, и что в педиатрии это другое. Очень уважаемые специалисты, но это разные вещи, понимаете? Качева, кто она? Педиатр. Она главный геронтолог, герогериатр этого самого, понимаете? И сердце. Да. Всё, хорошо. То есть, вы мне можете не верить, просто я этим занимаюсь не один десяток лет и пересмотрел большую статистику. И последнее. Я, к сожалению, Мамукин доклад пропустил, мне далеко было ехать, и я задержался. Но я представляю, о чём он говорит. Смотрите, все мы знаем, что раковая клетка бессмертна. Раковая клетка происходит от стволовой клетки и от близлежащей, которую не потеряет потенциал методический. раковая клетка бессмертная. А стволовая клетка не имеет ни унитофейфрика. Что это означает? Что она может делиться неограниченное количество раз. Неограниченно, без всякого ни унитофейфрика. Но в организме она не делится неконтролируемо. Она подчиняется сигналам организма. Регенерацию надо восстановить, они все делятся и восстанавливаются. Не надо, они сидят в рефилитивном покое и так далее. Так вот, у нас в организме все эти клетки, человек умирает буквально. Через два дня взять у него клетки стволовые, выселить, поменять среду, и они будут делиться, как клетки хела. Неограниченно долго. То есть мы рассчитываем на долгую, неограниченную жизнь. Но мы, именно как самолет, который снизил скорость за счет образа жизни, и он не может идти в параллельной земле. Но весь вопрос, где мы неологи, мы неоплатные. Вопрос такой, в принципе, преодолимо не стареть? Конечно. Абсолютно. Абсолютно. То есть и в принципе, для вас и мортеллити не является к ругательным словам. Имморталити – ругательность. Ругательная. А сенесенс – да. Сенесенс преодолимо. Смотрите, имморталити – это бессмертие. Нестареющий организм смертный, потому что внешние причины, у него резистентность, она большая, но постоянная. То есть он будет не стареть? Он будет… Он за случайных причин может погибнуть. Нет, а что же нет? Если как голову отрывать, ну как там, причем Маклауда это делает вопрос. Не вопрос, конечно, да? То есть мы не говорим сейчас о ульгентных состояниях, мы не говорим о инфекционных состояниях. Но если вы постоянно, неограниченно, нелимитировано обновляетесь внутри… Спасибо.